Миротворческая практика Вы знаете, что, к сожалению, в северокавказском регионе продолжается то, что где жарче, где холоднее, называют некоторые резко гражданской войной, другие называют резко радикализмом. Так или иначе, люди продолжают убивать друг друга, продолжают звучать призывы к мести, к насилию и так далее. Огромное количество людей, что особенно важно в некоторых регионах Кавказа. Ну, скажем так, между ними лежит кровь. И эта кровь так получилось, что, ну, кровь есть кровь. Ее нельзя сделать вид, что ее нет. Что нет этой крови, что нет насилия. Убивают тех, кто встает на сторону оппозиции. Убивают тех, кто одевает форму сотрудников милиции и встает на сторону государства. Так или иначе, в некоторых ситуациях получается конфликт стык в стык, человек в человек. Мне кажется, что в этом сюжете, так вот скажу, роль миротворческих усилий людей или структур светских, духовных, политических, социальных, которые берут на себя правозащитных, естественно, которые способны брать на себя тяжелейшую и сложнейшую миссию переговорщиков, примирителей, возрастает неимоверно. К сожалению, эти процессы в России существуют только на, особенно в Северо-Кавказском регионе, на уровне частной инициативы. И инициативы где-то без восстановления сознания людей справедливости, с которой связано захоронение, поиск погибших, название убийц, имена убийц, вынесение законного юридического вердикта по тем преступлениям, которые были совершены. Мне кажется, примирение будет практически невозможным. Вы знаете, как устроен. Так устроен не только Кавказ. Поверьте, мы, живущие в Москве, устроены точно так же. Когда мы говорим, что ничто не забыто, никто не забыт, то это не метафора, которая имеет отношение к поэзии времен Второй мировой войны. Это реальность. И эти могилы на окраинах крупных городов Северного Кавказа, в сёлах, аулах и так далее, эти матери, которые живут там, которые живут в городах России, это, мне кажется, очень важный процесс. Сейчас у нас делась такая тенденция, на мой взгляд, достаточно опасная, когда, ну, в первую очередь мы сегодня говорим о Чеченской республике, потому что она, конечно, приняла на себя в наибольшей степени, на мой взгляд, из каких-либо других регионов Российской Федерации страшные, даже страшные, это не то слово, кошмарные события 90-х годов. В 90-е годы упали на Чеченскую республику, унеся жизни десятков, кто-то говорит, даже больше тысяч людей со всей страны, которые туда послали и которые там жили. Так вот, сегодня, наверное, видилась такая тенденция, когда органы правопорядка, которые почему-то в СМИ называются чеченскими органами, хотя они являются органами Российской Федерации, действующие на территории субъекта Российской Федерации, заводят уголовные дела по обвинению против кого-то, кто по версии обвинения совершил там преступление, убил людей не в бою, а просто так расстрелял, чтобы, допустим, часы снять человека, я знаю такие случаи. Это называется так, что чеченцы требуют на суд себе милиционера из, допустим, там, не знаю, Ямала-Ненецкого округа. Мне кажется, что мы должны давать отпор таким позициям и такому подходу. Никакие чеченцы, как я понимаю, как и русские, никого к себе не требуют. Есть универсальная задача восстановления правосудия на всей территории Российской Федерации, независимо от этнического, национального состава судебных органов, органов правопорядка или органов прокуратуры. Когда мы придаем этнический характер этому процессу, тем самым мы разрушаем единство Российской Федерации. Я просто призываю органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, не защищать своих ОМОНовцев и милиционеров, которые находятся под обвинением в чем-то, а содействовать объективному расследованию тех, кто обвиняется в преступлении. Именно это содействие и федеральные структуры тут должны выступить координатором в этом деле. Я вообще считаю, что должно быть создано под эгидой или парламента, не знаю, или Совета Федерации, а может быть даже и президента. Это некая федеральная структура, которая координировала бы подобные процессы. Примирение необходимо не только на уровне села или региона Северного Кавказа, а на уровне всей страны. 8,5 тысяч почти пропавших без вести. Это укор всем нам, живущим в Москве, Владивостоке и на Северном Кавказе.